Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Ксения Каста о главных событиях к этому часу. Партия военных советников НАТО прибыла на юго-восток Украины и расквартированы они в Мариуполе. По наблюдениям местных жителей, в городе резко увеличилось число иностранных военнослужащих. В основном они говорят на английском, но среди них замечены поляки и прибалты. В настоящее время в Донбассе все спокойно. Эксперты полагают, что Киев попросту ждет отмашки из Вашингтона. Либо слова российского лидера относительно квази-государств на границе с русским миром все же были услышаны. Владимир Жириновский полагает, что распад Украины произойдет постепенно. Я не говорю о полном уничтожении Украины. Сразу не произойдет. Надо разделить стадии. Немножко часть Украины, еще часть Украины. Где-то восстание в Галиции, где-то там в Закарпаты, в Закарпатии, что-то еще, еще, еще. Это хватит лет на 5, на 7, на 10, на 15. Игрушка. Вот украинская игрушка. То, что сделали, так сказать, те, кто... Я не буду, я знаю, вы против того, чтобы я ссылался на Октябрьскую революцию. Нет, почему? Пожалуйста. Да, президент уже сказал, глава государства. Президент жестче, чем вы, высказался на эту тему. Да, да, я рад, что он обозначил, что все это искусственное, созданное теми, кто мечтал о мировой революции, отдали русские земли с русским населением, так сказать, некоторым геополитическим образованием. Он даже их государствами не называет. Квази. А? Он использовал Квази. Квази. Ложное. Не все дети поймут слово квази. Я говорю ложное. Даже фальшивое не все понимают. Дети нас и не смотрят. Вот ложное государство. Его нету практически. То есть пострадает больше всех Украина. Но мы радоваться не можем, ибо там не только значительная часть себя считает русскими, но и все, кто якобы себя записывает украинцы, это русские. Это их заставили сто лет назад изучать украинский, забывать русский и писать себя украинцами. Это была насильственная украинизация русского населения. Это все делали они. Генерал Гоффман сто лет назад сказал, что это он создал Украину. Немцы об этом говорят. А что в Киеве не могут понять. Поэтому здесь, конечно... Но насильственная украинизация проводилась по указанию Сталина. Да, да. Сталин человек, который тоже хотел вот эту линию Ленина продолжить, что вот они национальные государства собрались в состав СССР. А национальное государство должно быть в первую очередь признак язык. Если русский язык, какое-то другое государство, это Россия. Комнатным растением на фоне невероятно умного и безжалостного Владимира Путина назвали своего президента жители Соединенных Штатов. Люди в соцсетях продолжают реагировать на оскорбительные заявления главы Белого дома в адрес российского лидера. Накануне у здания американского посольства в Москве возмущенный провокационным поведением Джо Байдена депутат ЛДПР Антон Морозов провел митинг. Никогда в международной практике такого не было, чтобы глава иностранного государства позволил себе такие нелицеприятные, мягко говоря, высказывания в адрес главы Российской Федерации президента. Здесь мы собрались напротив посольства Соединенных Штатов Америки, в Москве, на Новинском бульваре, для того, чтобы от имени ЛДПР и фракции нашей партии в Государственной Думе заявить решительный протест правительству Соединенных Штатов Америки за то, что они допустили переход на личное оскорбление в адрес главы государства, суверенного государства, огромного государства Российской Федерации, которое обладает ядерным оружием, имеет большое влияние во всем мире и, конечно, это совершенно недопустимо с точки зрения дальнейшего развития международных отношений. Мы предполагаем, что если США будут продолжать выстраивать свою политику подобным образом, то может случиться война. Эта ситуация вынудила нас отозвать нашего посла в Вашингтоне, в Москву на консультации и в дальнейшем, если не улучшатся взаимоотношения с США, очевидно, может быть окончательный отзыв посла и разрыв дипломатических отношений. Мы этого не хотим. Мы всегда призывали за то, чтобы развивать наши двусторонние связи с Соединенными Штатами Америки в дружественном ключе. Мы считаем, что у нас много общего. Мы две большие державы, которые контролируют ситуацию во всем мире. Время ожидания на проведение денежного перевода и комиссия банков – наше настоящее. Хотя еще два года назад Банк России обязал все кредитные организации подключиться к системе быстрых платежей. О ее преимуществах депутат Государственной Думы Иван Пиляев. Депутаты фракции ЛДПР неоднократно поднимали тему о том, что банки взимают очень высокие комиссии, что у нас очень высокая стоимость проведения платежей. И Банком России к настоящему моменту уже разработана система, которая называется система быстрых платежей. К сожалению, граждане у нас еще пока плохо проинформированы о введении данной системы, потому что эта система, она находится только внутри самого предложения банков, о чем банки нередко, к сожалению, умалчивают о том, что у них действительно есть данная система. Что подразумевает под собой данная система? Она решает несколько задач. Она, во-первых, решает задачи скорости проведения платежей, потому что у нас на сегодняшний день между расчетными счетами, для того, чтобы проводить деньги на зачисление на расчетные счета, нужно использовать систему платежей, которые используют сейчас Visa, MasterCard. Данная система платежей позволяет напрямую, то есть с одного расчетного счета на другой, моментально зачислять платежи. Потому что, когда задействована платежная система, то деньги, они не у всех банков, они доходят своевременно. А это, в свою очередь, грозит тем, кто имеет кредиты, грозит просрочками, потому что бывает на практике так, что человек на карту вносит день в день платеж, а оказывается, что деньги с расчетного счета, с кредитного, они списываются только к моменту зачисления на сам расчетный счет, то есть не на карту. То есть сроки могут доходить до трех дней, а это, в свою очередь, и просрочки по кредитам, и порча кредитной истории. Поэтому очень важно, что Банк России создал такую систему быстрых платежей. Кроме того, к сегодняшнему моменту отсутствуют абсолютные комиссии для проведения данных платежей, что немаловажно. Недавно Государственная Дума приняла законопроект, инициированный фракцией ЛДПР, согласно которому водителям и кондукторам запрещено высаживать из общественного транспорта детей без билетников. Данная мера распространяется только на несовершеннолетних, которые едут без сопровождения родителей. ЛДПР предложила дополнить инициативу и сделать проезд школьников бесплатным. Отменить предлагаем вообще плату за проезд в общественном транспорте школьникам. Не просто нельзя их высаживать, а и пусть не платят деньги, не будет проблемы с высаживанием. Или давайте дадим самый бесплатный школьный проездной билет на все виды транспорта. Все. Вот у него школьник, билет есть. Чего нервировать наших детей? Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело выдачи детям-сиротам из Ростовской области непригодных для проживания квартир. Тревогу забили депутаты ЛДПР после того, как побывали в так называемых домах. В августе прошлого года мы целой группой из депутатов от партии ЛДПР и наших активистов побывали в доме детей-сирот в Кагальницком районе Ростовской области. Конечно, картина была очень удручающая. Увидели яму канализационную прямо в коридоре. Конечно, нас это возмутило. И мы начали заниматься. Провели экспертизу. Оказалось, что дом не соответствует санитарным нормам. И само строительство было с грубейшими нарушениями произведено. Вот сейчас, 19 марта, уже возбуждено уголовное дело по статье 286, статья 1. Превышение должных сны полномочий. Сейчас оно возбуждено только по факту. Но мы надеемся, что те чиновники, которые принимали дом, они понесут ответственность. Даже губернатор там был и видел этот дом. Ну как так можно вообще относиться к детям-сиротам? Да и вообще к своей работе. Мы партию ЛДПР доведем до конца эту всю ситуацию. Сейчас уже обратились в прокуратуру, чтобы выдали предписание и обеспечили детей-сирот соответствующим жильем, которое соответствует нормам СанПИНа. Поэтому мы и в других районах, и в других городах будем бороться, ждем обращений, ждем поддержки от людей и будем заниматься своей работой. Вот чем мы и занимаемся, именно партия ЛДПР добивается результата, в отличие от других партий. И мы делаем работу очень правильно и планомерно. В селе Воскресенской Ивановской области двухлетняя девочка попала в реанимацию с ожогами после того, как в детском саду прорвала батарею. Малышка играла на полу возле радиатора отопления, когда на нее хлынул кипяток. Ребенок получил серьезные ожоги. Ситуация в детском саду села Воскресенского, Савинского района, конечно, выпиющая. То, что произошло, оно происходить в принципе не должно. И сейчас, когда это случилось, получается так, что прокуратура проверяет только детские сады Савинского района. А ведь данная ситуация, она копилась годами. И копилась не только в Савинском районе, но и во всей области. Соответственно, проверять надо не только в Савинском районе, надо проверять всю область на данный предмет, что нет решеток на данных батареях. И в соответствии с этим сейчас будет подготовлен депутатский запрос в областную прокуратуру с просьбой прокуратуру проверить все детские сады по всей области. И дать ответ, когда, где-то если есть хорошо, если нет, значит почему нет, когда это будет сделано. Потому что ситуации могут повториться. И вот, чтобы это не повторилось, мы, как фракция ЛДПР, Ивановская областная дума, всегда стоим на страже интересов наших граждан. К этому часу все новости, напоминая трансляцию нашего канала, вы можете смотреть в Ютубе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok